Здравствуйте. Первые полчаса общения с президентом были посвящены первостепенной сейчас теме пандемии, коронавируса и вакцинации. Владимир Путин рассказал, что он сам уже привился спутником ВИИ. Вакцинация же добровольная, но по федеральному закону 98-го года руководители регионов имеют право вводить обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан. Вот действия наших коллег в отдельных 10 регионах как раз направлены на то, чтобы предотвратить необходимость введения локдауна. Когда закрываются целые предприятия, люди оказываются без работы, без заработной платы, когда разоряются мелкие и средние предприниматели и падают доходы населения. Вот для того, чтобы этого не случилось в отдельных регионах и по отдельным категориям граждан и вводятся такие обязательные нормы, связанные с вакцинацией. В продолжении темы школьник из Москвы спросил, как будут проходить занятия в новом учебном году, очно или дистанционно. Не могу сейчас этого тебе сказать. Полноценного ответа на этот вопрос у меня нет, потому что мы не знаем, как будет развиваться ситуация с коронавирусной инфекцией в стране или там, где ты живешь. Но, скорее всего, что дети младших классов, конечно, будут ходить в школу. Ведь мы и раньше их практически не закрывали. Так же, как рассказал Владимир Путин, 7-6-летними детьми получат единовременную выплату в 10 тысяч рублей. И неважно, идет ребенок в школу или нет. В продолжении темы денег перешли к подорожанию цен на продукты. Как так получилось, что у нас бананы с Эквадора стали стоить дешевле, чем морковь из наших соседних областей. Владимир Путин объяснил, что в стране не хватило своей продукции. Пришлось завозить из-за границы. Из-за доставки овощи подорожали. Так же сказался общий мировой рост цен. Мировые индексы на продукты питания находятся на самой высокой планке за последние 10 лет. К сожалению, это общая мировая тенденция. Рост цен на продовольствие. Везде так происходит. И, конечно, имея в виду, что Россия является частью глобальной экономики, на нас это тоже отражает. Еще одна наболевшая тема – плохие дороги. На них жалуются из разных городов страны, в том числе и Татарстана. Вот так выглядит дорога в школу номер 39 в Таганроге. А вот жители Нижнекамска измерили глубину своих ям – около 25 сантиметров. Вот что касается федеральных трасс, то на первом этапе государство занималось именно этим, потому что это основные магистрали, по которым грузы перевозят и люди ездят. Значит, они создают каркас всей сети. У нас сейчас 85% примерно приведено в нормативное состояние. Значит, к 2024 году 50% региональных трасс должно быть приведено в нормативное состояние. По сообщениям россиян, в разных регионах люди не могут добиться бесплатной газификации, которую анонсировал Владимир Путин во время своего послания. Хотя рядом с нами дача мэров, там газофиксировано все. И как нам дальше быть-то? Как еще раз отметил президент, до домовладения газ должен быть проведен бесплатно. Если на даче мэра есть газ, то значит труба рядом есть. Правильно? А газовая труба где-то рядом. И в соответствии с принятым решением, и к вашему участку должна быть подведена, причем бесплатно должна быть подведена газовая труба. Владимира Путина попросили прокомментировать, как он оценивает работу Госдумы и почему поддерживает Единую Россию. Парламент седьмого созыва работал не просто удовлетворительно, а на должном уровне. Если нужно принимать не очень популярные, но необходимые для людей, для судеб нашей страны решения, депутаты от Единой России идут на это. В известной степени себе во вред. Я был автором, что называется, создателем этой партии. Я естественным образом ее поддерживаю и намерен поддержать ее в ходе избирательной кампании. Во время почти четырехчасового эфира президент ответил на 69 вопросов. Россияне просили, чтобы такие линии проводили и губернаторы. Почему не заставить всех губернаторов проводить прямые линии, как у вас, ежегодно или раз в квартал? Это сняло бы ряд вопросов к президенту. Но, кстати, главы некоторых регионов уже устраивают такое общение, правда, в основном через социальные сети. Такой опыт был в Москве, Татарстане, в Петербурге и не только. Я думаю, что это никому не помешает, потому что такое прямое общение, оно важно не только потому, что люди имеют возможность первому лицу государства либо региона задать вопросы, но еще важнее то, что происходит, я об этом много раз говорил, происходит выборка наиболее актуальных проблем, которые волнуют граждан. И это чрезвычайно важно для того, чтобы скорректировать свои практические действия в важнейших сферах в социальной политике, в здравоохранении, в том же самом жилищном строительстве и так далее. Я поэтому рекомендовал бы руководителям регионов, моим коллегам, прислушаться к мнению граждан. Отметим, что Рустам Мениханов проводит прямые линии на телеканалах республики. ТНВ, Татарстан-24, эфир. Нам важна вот такая связь, когда люди реагируют. На прямую линию Владимиру Путину адресовали более двух миллионов вопросов. Все, что не вошло в эфир, также найдет свой ответ. Вопросы будут направлены в федеральные ведомства и в регионы для решения на местах. Дмитрий Аринин, ТНВ, Москва. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани. 5705-100.